Ребят, всем привет еще раз. Смотрите, сегодня получил куча сообщений в директ по поводу темы, такой как изоляция. Изоляция также можно назвать изолировать вверх от низа. То есть, что нужно сделать, чтобы создать хорошую контрастность в ногах, создать хорошую скорость в ногах, энергетику, мощность, то есть показать хорошие акценты, хорошую динамику, но при этом быть наверху очень свободным и спокойным. Очень часто, когда я езжу на турниры или просто танцую сам, заходя, смотрю, я сталкиваюсь, так сказать, с двумя проблемами основными. Это первое, или пара танцует не в музыку, второе, или же действия какие-то такие, сказать, очень кривые, размазанные, непонятные. То есть, из-за чего это происходит? Давайте подумаем, из-за чего это происходит. Первое, это может быть то, что много педагогов, танцоров, понимая, что должна быть какая-то конкурентная способность, они пытаются в приоритет брать скорость, динамика, мощность, акценты, чтобы танец был, так сказать, сильный. Но забывают совсем, на мой взгляд, что механика и качество должно быть в приоритете. То есть, теряется, так сказать, эстетика танца. Хочется видеть, чтобы вы понимали, как это можно балансировать именно вместе, чтобы не было, так сказать, только беготни какой-то, только там каких-то быстрых вещей в ногах, или же был такой только качественный техничный танец. Я считаю, что самый правильный вариант, когда спортсмен, любой танцор, неважно партнер, что партнер, партнер может все вот это вот вместе сбалансировать. Я считаю, что в танцах самое правильное слово – это баланс. То есть, вы должны найти вот именно тот момент в теле, чтобы вы понимали через голову или через тело, как нужно создавать вот именно и того, и того, поскольку если у нас не будет мощности, если у нас не будет каких-либо контрастов, мы не будем создавать объемы и динамики на турнире, все вы понимаете, что мы будем смотреться неконкурентоспособными. Или же, если мы будем делать только вот это вот, если мы будем создавать только какую-то динамику, не будем показывать эстетику, не будем показывать качество, механика, как мы это делаем, это будет как-то выглядеть как минимум очень странно, потому что, я думаю, большинство из вас видит, что в наше время даже есть многие пары, которые танцуют быстрее музыки. А это, на мой взгляд, не очень правильно. То есть надо понимать, что конкретно нужно использовать, какие детали нужно использовать, чтобы создавать вот эту скорость, которая вам нравится, и вот это успокоствие наверху. К примеру, у нас есть центр легкости, где солнечное сплетение. Все, что выше, шея, лицо, плечи, вы должны представить, что это должно быть как в картинке. То есть вот в рамочке поставили нашу верхнюю часть, и все, что танцуют, средняя часть, ноги создают там какие-то скрутки, акценты. Наверху это только должно быть продолжением. То есть специально плечами, специально пыжения какого-то не должно быть. Вы должны понимать то, что когда танцует средняя часть, танцуют там ноги, делают какие-то акценты, вверх он только реагирует. И тогда у вас есть вот это вот, знаете, наверное, правильное слово, матерое танцевание, когда танцор уже чувствует свое тело настолько круто, что он может создавать какие-то классные вещи в ногах, контрасты, но при этом показывать очень спокойствие классно наверху, не показывать, что он работает. Так вот, что нужно понимать, чтобы все вот эти вот детали вместе совместить, совместить все вот эти вот детали вместе, и через какие-то мышцы или из каких деталей это можно сделать. Первое, что, вот я по пунктам разложил, по пунктам, первое, что хочется, чтобы все понимали, это тонус. Что имеется в виду тонус? Тонус это, так сказать, я встану так чуть-чуть потанцую, подвигаюсь, мне нормально видно. Тонус это определенное количество мышц, которое позволяет, так сказать, держать объем, держать фундамент в вашем теле, там чувствовать колени, стопы, но при этом не показывать зажатие, потому что очень много танцоров, которые используют именно много-много мышц. И когда вы начинаете делать какие-либо куски, вот я, к примеру, танцую, дай бейзи, хип твит шассе, и все сначала. То есть, к примеру, если я решил, что на своем теле я возьму 10% тонуса, то есть, я вот подготавливаю, начиная какое-либо действие, и делаю первую смену. Когда я танцую вот, первую смену, я хочу понимать, что у меня есть острые ноги, и есть после этого заполнение. И к тому же, то, что мы сказали, я должен чувствовать свой свободный верх. Если я взял тонус в мышцах, я сделал вот, я вот чувствую себя задранным. и я не знаю, видно, передается это через камеру или нет, но у меня тут какие-то импульсы с ног наверх. То есть, я чувствую все время какой-то импульс, какой-то зажим, который бьется наверх, и получается какой-то такой вот, чуть дерганный получается. И изнутри, изнутри я чувствую вот этот вот зажим. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что 10% для меня это много. И мне важно, чтобы вы понимали, что у каждого танцора это должно быть индивидуально. То есть, ни один педагог, ни один тренер не может вам конкретно сказать, сколько вам тонусу надо, для того, чтобы вы сделали достаточно сильные ноги, объемный верх и спокойную вот верхнюю часть. То есть, тренировками вы должны почувствовать там, причем в каждом движении это может быть по-разному. Танцую я, к примеру, бэк-бэйзик. Вот тут я почувствую свободу, и при этом наступание хорошее, стокотированное. Или же, к тому же, я могу сделать потом скрутку. Тут я чувствую, вот, 10% мне это много, или 9% это много. То есть, нужно тренироваться и понимать в каждом движении, сколько тонуса нужно вашему телу, чтобы у вас ноги смотрели стокотированные, быстрые, контрастные, в зависимости от куска. А верх был максимально протанцованный, спокойный. То есть, очень важно, чтобы вы понимали в первом пункте, что значит тонус, и сколько тонуса вам каждому нужно, чтобы вы использовали в данном каком-либо движении. Второй момент, который я выявил и понял, что тоже играет очень огромную роль, это ваши руки. Знаете, много танцоров считают, что руки, они не имеют никакого значения и не играют такую большую роль. Поэтому я хочу сказать обратно, что вы в этом очень сильно ошибаетесь. Почему? Потому что, в первую очередь, руки создают амплитуду, то есть, как вы мягко ее протанцовываете, как вы делаете все вот эти вот дотанцованные моменты, это все время создает красивую картинку и дотанцованную картинку для любого танцора. Поэтому руки, вы должны все время понимать, что это тоже приоритет. Что очень часто вижу, и как это касается темы, которая является изоляцией. Если мы делаем какую-либо смену, если мы делаем какой-либо акцент, неважно, там, то же самое, если я делаю тю, то очень часто я вижу, то, что пары пытаются создать эту скорость именно в верхней части, именно руками. Безусловно, я согласен, то, что руки, они играют огромную роль, и они помогают создать какой-либо акцент, какую-либо скорость. Но вы должны понимать, в каких деталях и как именно это происходит. То есть давайте вот это вот обсудим. Первое, что я хочу, чтобы вы понимали, что, как вы все знаете, руки, они обустроены у нас от тела. То есть все, что мы делаем в средней части, за счет этого рука делает какое-либо следствие. То есть возьмем три точки. Локоть, самая важная деталь руки, ребра и лопатки. Если я делаю какое-либо действие, вот вы можете заметить, то, что у меня средняя часть, локти и лопатки вместе связаны. К примеру, показываю неправильный вариант, то, что часто происходит, то, что пытаясь создать какое-то сильное действие, или пытаясь создать какую-либо скорость, вы помогаете себе в первую очередь верхней частью, то, что неправильно. Вот мы подготавливаемся. Я делаю смену, и вот что обычно получается. То есть и верх получается сразу суетливый, потому что руки начинают шарашить перед собой, перед лицом. И сразу можно понять то, что танцор, он в принципе не скоординированный. Координация – это когда у вас каждая часть тела работает вместе, и у вас получается одна красивая картинка протанцованная. То есть, что вы должны понимать? Что руки, они, понятное дело, помогают обязательно. Позже скажу, каким образом. Они помогают, они создают всякие оппозиции, помогают очень создавать какую-либо готовность перед тем, как пойти. Но вы должны понимать, что в первую очередь, чтобы сделать что-либо быстрое или показать какую-либо скорость в ногах, вы должны понимать, откуда эта скорость идет. То есть, акценты, которые мы делаем в ногах, какие-либо быстрые, мы создаем в первую очередь чем? Коленками. Вот колено – это часть ноги, где у нас ножка выпрямляется, изгибается. То есть, любое действие, которое я делаю, я в первую очередь чувствую вот это действие. То есть, я хочу, чтобы вы сначала почувствовали, как активируется колено, как начинает вот эта вот часть протанцовывать. То есть, в первую очередь, мы думаем о коленках. Далее, мы помогаем себе. Каким фактором еще можно себе помогать, чтобы делать какие-либо ротации, быстрые скрутки? Это вот бедро. Бедро. Бедро и вся вот эта вот часть ножки помогает сделать какое-либо скручивание. То есть, перед тем, чтобы мне сделать скрутку, я сначала чувствую, стараюсь почувствовать свою вот нижнюю часть. Нижнюю часть. Ляжку, бедро, коленки. Вот, если, к примеру, я оставляю руки в покое, вот держу их, вообще сейчас я не танцую. Я должен быть в состоянии, то есть, поймать, опять же, этот тонус ножка, чтобы почувствовать, сколько действий мне нужно в ногах, чтобы создать хорошую скорость, но при этом не дергать вверх. Вот, хорошее упражнение по этому поводу. Могу, в принципе, посоветовать все время ручки закрывать вот в замочек, или за голову брать ручки, или закрыли замочек, и стараться делать смены вот, каждый раз обязательно, выдыхая, чтобы энергия не была наверху. Ребята, если вы не дышите, если вы все время себя вот тут вот держите, вам будет очень сложно чувствовать, во-первых, свой баланс и свою свободу наверху, поскольку все, что вы танцуете, в первую очередь надо чувствовать вверх свободный, не зажатый, чтобы оно у вас было активно. Закрывайте ручки-замочек и старайтесь танцевать вот у вас. Two, three, cha-cha, one. Очень важно, чтобы вы почувствовали коленки, и очень важно, чтобы каждый раз, когда вы танцуете смену, дотанцовывали ножки обязательно до конца. Почему? Потому что, когда вы создаете вот эту вот максимальную скрутку, это вам помогает больше для подготовки к следующей смене. То есть, в первую очередь, вы должны понять, перед тем, как подключать руки, танцуют ли у вас вообще ноги. Потому что очень часто встречается то, что там, ну, в любых движениях 90% вы используете герка, меньше используете ноги. Хотя всю скорость, все действие вы показываете, в первую очередь, от ног. Поэтому, если как упражнение делать, в принципе, любое, не только вот эти смены, можно танцевать и кусочек какой-либо вашей вариации, можно танцевать вот эти вот штуки, то, что мы делаем. Back basic. Перешли. Дальше. Только ножки танцуют смену. То есть, стараться максимально вверх изолировать. Но изолировать не таким образом, то, что вы его зажимаете или держите вот так вот фиксированный, чтобы у вас верх не болтался. Старайтесь вот чуть-чуть тонуса поставить, каждый раз на смене выдыхать, и чувствовать только ножки. Чувствовать только ножки, только колени, только стопы, только бедра. Следующий важный момент. Когда подключаются руки, все вы понимаете то, что когда мы танцуем медленно, нам намного все проще. Когда мы танцуем быстро, там, музыку, оно намного все тяжелее, и много танцевал жалуется, то, что мы ничего не успеваем, потому что вы должны понимать, что когда вы танцуете медленно, вы должны тренировать вещи, зная свой тайминг, зная свои счета точно, чтобы понимать, сколько у вас времени есть на конкретное какое-либо движение. К примеру, если я танцую таким вот образом, two, three, and cha, cha, one, видите, какую амплитуду я создаю в руках? Понимаешь, что у меня в музыку это будет выглядеть? Cha, cha, one, two, three, cha, cha, one, то есть будет намного все короче. И чтобы не было всех вот этих вот маханий, не было всех вот этих вот дерганных вещей в руках, почему я сказал, очень важная часть это локоть. То есть когда ваши стороны танцуют, когда вы делаете какое-либо действие, вы должны понимать в первую очередь, что я сохраняю вот эту вот амплитуду, то есть не раскрываюсь, понятное дело, как в самолетике, и не начинаю махать руками, чтобы помочь себе сделать более активные или сильные ноги. Я в первую очередь вот чувствую свой тонус, и потом вследствие, когда я начинаю двигаться, делать какие-либо ротации, подготавливать свое движение для того, чтобы мне сделать вот смену, я чувствую свои локти. То есть не должно быть ничего такого. Представьте, что у вас все время пространство такое, где у вас локти и кисти не могут облизывать тело. То есть не должно быть действие то, что вы все время присоединяетесь вот таким вот образом в клетку. У вас все время должно быть действие вот амплитуды. И когда танцую, я все время чувствую вот это действие сторон средней части. Локти, вот эта вот механика, опять же, которая помогает создать скорость, очень мелкая, и оно в себе. В себе. То есть не делаю ча, ча. One. Two. Большой, опять же, чтобы не было вот этих вот, вот этой вот суеты наверху, и не было ощущения со стороны, когда на вас смотрят, что у вас вверх получается дерганый, ноги, так сказать, даже не сильные. Потому что очень часто встречается, где у вас есть кусок вариации, который вы пытаетесь показать на контраст, на скорость, в итоге оно не выглядит ни контрастно, ни быстро. Почему? Потому что вы не понимаете, как через эту механику, механику понимания, как у вас тело с руками соединяется, где у вас вес должен быть. Через эту механику создать именно конкретную скорость, чтобы не было скорость ради скорости. В плане того, что мне нужно сам спать сильно, я делаю только сильное действие. Вы должны понимать, откуда это все действие идет, как оно... То есть, например, вы должны... Локти, локти, они играют огромную роль. Почему? Потому что, к примеру, третий пункт, который я себе обозначил, это оппозиции. То есть, вы понимаете, любой шаг, который танцуется, мы должны его создавать в первую очередь через оппозиции. У нас в теле происходит везде оппозиция. Может быть, вот колено, бедро, бедро, сторона, бедро, рука. То есть, очень часто, вот смотришь тоже на пару, и выглядит все время танец какой-то квадратный. То есть, не видно, что вы тело в свое время растягиваете друг от друга, там, нужные части тела, создавая, опять же, для этого какое-либо действие, там, шаг или скрутку. Вот у нас есть действие сеттл. Сеттл, когда мы подготавливаем наши действия. То есть, подготовка, это значит начало какого-либо движения, а не остановка. То есть, любой сеттл, который мы танцуем, вот самбо, чача, румба, по механике, по механике, минус плюс, одинаковые танцы. Вот мы начинаем какое-либо действие, я чувствую, как у меня все тело танцует друг от друга. Вот, коленочка от колена, средняя часть от бедра. Для чего я так говорю? Потому что это тоже очень хорошо помогает создать всю вот эту скорость и мощность. К примеру, если я встаю, ча, ча, у меня тело квадратное, мне очень тяжело сделать какой-либо акцент. То есть, у меня действие должно быть какое? Я должен подготовить действие, подготовить действие, скручивание. Опять же, оппозиция, оппозиция тела друг от друга. Скручиваю, и опять же, руки помогают. Вот действие, руки помогают. За счет этого, сделал смену. И опять же, активировал колено. То есть, итог какой? Первое. Перед тем, как начать танцевать, нужно почувствовать тонус в теле. Сколько тонуса? Если вы переборщили, у вас получится очень задранный, зажатый танец. То есть, за счет этого будет выглядеть то, что вы очень такие перенапряжены. Очень часто бывает то, что танец выглядит сопливой. Почему? Потому что недостаточно тонуса в теле. Когда недостаточно тонуса в теле, естественно, у вас какие-либо сильные вещи, контрасты, акценты, они будут получаться тяжело. То есть, не будет видно именно вот этой вот картинке, которую вы хотите показать. Найти тонус в теле. Это раз. Два. Понять, что любая какая скорость, которую вы делаете в ногах, она не идет от рук. Руки являются помощниками создания скорости, контрастов. Да, это безусловно. Но, когда вы начинаете использовать руки и понимать, что у вас, даже не осознавая то, что вы делаете это руками, у вас получается, первое, танец не скоординированный, потому что руки летят по все стороны. И в итоге опять получается то, что скорости нет, а сможется только какой-то сильный разбросанный танец. И скручивание, оппозиция. Вы должны понимать конкретно, какая часть тела друг от друга танцует, подготавливает наше тело, чтобы сделать какой-либо шаг. То есть, давайте на примере вот этих шагов вот разберем. Вот. Начинаем действие от того, любое, неважно в каком танце, начинаем действие от того, что подготавливаем свое тело, чувствуем спину, чувствуем, как у нас за счет этого встают руки, ноги. Вот. Поймал свое ощущение в теле, чувствовал руки свободные, голова свободная, не зажимаясь, не напрягаясь. Опять же, тонус почувствовал. Дальше. Чтобы начать движение, я должен начинать развивать скрутки в своем теле. Скрутки создавать вот, оппозиции. Плюс к этому, уже делая какую-либо оппозицию, заметьте, локти начинают реагировать. Подтягиваю, сгибаю колено. Для чего? Чтобы от колена сделать вот это вот действие, наступание на ногу. Очень важно, чтобы все время, ребят, выдыхали, чтобы не было вот этого воздуха наверху, чтобы себя вот отпускали. Переносим вес. Вот, амплитуду сохраняем, руки никуда не болтаем, не дергаем. Вверх начинает вот двигаться, опять же. Если мне делать смену на месте, у меня опорная нога остается прямой. То есть, тут мне, почему легче? Потому что у меня коленки друг от друга, заметьте, меняются. То есть, я друг от друга могу создать скорость. Мне это намного комфортнее, удобнее. Тут ситуация другая. Когда встаю, весом на ногу. У меня нога, вот она прямая уже, весом на ней, она не должна сгибаться, а должен на опорной ножке станцевать смену. То есть, первая, самая важная деталь какая? Вверх начинает помогать. Вот мы встали цью, переносим вес, вверх начинает двигаться, вверх начинает двигаться, вверх, потом опорная ножка, стопа реагирует. И тело танцует сразу. Во время того, когда я выношу ногу, тело сразу, верхняя часть, торс, руки, танцуют в обратную сторону для того, чтобы остановить свое движение. Еще раз мы встали цью, фруи, вверх чувствую, вверх, вверх, останавливаю. Дальше также двигаюсь, чая вес на ногу, вверх чувствую, коленом помогаю, чая, и от колена опять танцую, шаг, уан, так постояли, цью, фруи, чая, чая, уан, подносим ножку, опять же танцую, оппозицию, скрутки чувствую, соединяя локти, 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 спина, никуда не перебарщивать, никуда вот плечи, суставы вот эти вот не гнуть. Очень важно, чтобы вы понимали момент, когда вы танцуете что-либо медленно, там, в любом танце, и ставите какую-то себе задачу, в плане, может быть, все что угодно, может быть, контраст, может быть, динамика, может быть, амплитуда в теле, вам это обязательно нужно показать в музыку. То есть, даже если мы говорим о руках, о механике рук с телом, вы представляете, то, что у нас чача довольно-таки так, не медленный танец, он достаточно быстрый. Если мы начинаем музыку танцевать и шарашить руками, то есть, первое, у нас нет уже никакой презентации, второе, оно смотрится неэстетично, потому что на данный момент времени у нас, в принципе, нет такого, правильно или неправильно. Все, что вы пытаетесь там, в какой-либо фигуре показать, донести до зрителя, и делаете это достаточно уверенно, и, в принципе, информация доходит, и это эстетично, красиво выглядит, оно, в принципе, уже выглядит со стороны круто. Поэтому вы должны понимать конкретно, какая у вас идея каждого движения там, и как оно все вместе должно быть связано. То есть, в данной ситуации я хочу видеть то, что у вас вверх, он танцует и стороны, и вот локоточки, для того, чтобы создать скорость в ногах. Еще раз сначала. Подготавливаю, подготавливаю, выдох, выдыхаю, протанцовываю, останавливаю, опять же, вот у меня рука, локоть, делаю действие обратно, для того, чтобы тело свое остановить. То есть, вы должны понимать, если сторона двигается, ножка правая двигается назад, у меня правая рука двигается в противоположную сторону, чтобы остановить действие. И включаем коленки, коленки. и может быть так же момент, что, если мы говорим про тонус, вот в ногах я всегда, когда танцую, я чувствую больше тонуса. То есть, если по процентам, то вот тут я чувствую в ногах 8% тонуса, то есть, они все время, больше мышц я там использую. А в верхней части я чувствую ну 3-4%, опять же, в зависимости от движения. Почему? Потому что я понимаю, если я делаю что-либо сильное, я в первую очередь включаю коленки. А вверх уже, как следствие, мне помогает. Я поэтому говорю, перед тем, как, в принципе, научиться это все делать, попытайтесь вверх изолировать. То есть, все, что вы танцуете, вот можете ручки закрыть, танцевать только ножками. Вот руки, чтобы никуда не болтались. Переходим. Торс начинаем двигать. Торс двигать. То есть, специально себе рукой, руками не помогаем. Чувствуем то, что спина начинает двигаться. Спина начинает двигаться. Останавливаем то же самое. Ча. One. Two. Руки держим. Three. Ча. Не зажимаем. Не свободные, не болтаются. Контролируем. One. Смена, опять же, только колени, чувствую бедра. Ток коленки. То есть, любое действие, даже кусочек вашей вариации. Или просто базовые вещи. Сначала почувствуйте, что у вас ноги активировались. Чтобы не было такого, что вы вроде понимаете, как вверх должен танцевать, но ноги у вас не включены. То есть, очень часто тоже получается такое, из-за чего вследствие начинают болтаться руки. из-за того, что получается, вот вы задираете вверх, ноги не танцуют, они не включены. И получается, танцуют только вверх, и получается такой нюклюжий танец смешной. Еще раз, значит, что мы должны понимать. Тонус. Сколько свободы, сколько напряжения в теле. Подготовили, почувствовали спину, руки. Начинаем включать оппозиции, оппозиции. Руки. Начинают локоточки. Реагировать. And. To. Остановил действие. Вот. Поменял сторону, поменял руки. Перехожу. Торс начинает двигаться. Торс начинает двигаться. Вверх. Остановил тоже руками верхнюю часть. Вот руки. Торс двигается, руки двигаются вместе с торсом. Дальше действие. Ча. Ча. Ноги. Друг от друга. Все время нужно обязательно ножки, коленки друг от друга дотанцовывать, чтобы было хорошее сопротивление. Как рогатку натянули и отпустили. То есть, если у вас, опять же, вот такие позиции незаконченные, законченная позиция все время помогает создать больше скорости, больше остроты, больше стоккотированного движения. Ча. От колена. Подносим. Так постояли. Закрылись. Сейчас колено. Колено. Стороны. Руки. Локти чувствуем. Сделали действие и сразу выдыхаем. Выдыхаем. Опять же, дотанцовывая. Резиночку тянем от ножков. Дотанцовывая. Поменяли. Руки, локти. Очень важно, ребят, почувствовать локти. Почему? Потому что и со стороны видно, что у вас есть объем спокойствия, а также есть все время красота наверху. Потому что любое действие вот руки вроде считаются маленькой деталью, многие считают, хотя я так не считаю, но если даже хорошая постановка корпуса, хорошие ноги связанные с полом, но начинают руки шататься, болтаться, быть некординированными, в принципе уже вся картинка, что там у партнера, у партнерши, она теряется. Дальше давайте попробуем сделать еще вот такие вот смены на месте. На месте просто вот бедро, тсю, с таким ритмом делаем тсю, загружаем ножку. Дальше у меня идет на смену только счет энд. Я должен сделать энд. Встать обратно. То есть у меня действие получается тсю, локти. То есть идея какая? Чтобы действие в ножке было как ребаунд. Ребаунд это если вы возьмете баскетбольный мячик, кинете его в паркет, действие получается сразу вжу, обратно. То есть что я хочу видеть? Я хочу видеть, что у вас ножка двигается сразу обратно. То есть не заспевать там, а действие получается вот загрузили тсю, отпустили. Загружаем ножку для того, чтобы начинать ее подтягивать. Опять же почувствовали тонус. Загружая ножку почувствовали скручивание позиции. Сторона рука начинает двигаться и за счет этого подтягиваем ножку, скручивая. Дальше не делаем такого действия quick, quick. Мы делаем короткое действие, то есть опять же танцую внизу и делаю только коленки и бедра. Переношу лес. Переношу лес. То же самое на эту ножку. Загружаю, скручиваю, чувствую локти. локти. Делаю действие в ножках. Заметьте, очень важно, чтобы каждая смена у вас в коленках была дотанцованная. Чтобы не было действия такого. Потому что, если у вас нет законченности в ножках, вам обратно будет очень тяжело создать скорость. То есть, идея какая? Чтобы не было зависания, чтобы действие было туда-обратно как одно целое. Загрузили. Целое. Опять же, давайте закроем руки. Почувствуем сначала только только нижнюю часть. Скручиваем. Подтягиваем ножку. За счет того, что скручивается вот бедышко, нижняя часть, ножка подтягивается и руки сейчас не болтаем. Только ноги. Перекатили. Скручиваемся. Только ноги. Перекатили. Скручиваемся. Хой-хой. Только ножки. Перекатили. Скручиваемся. Только ножки. Опять же, если чувствуете, что сделали сильно в ножках и у вас идут какие-то там импульсы наверх, начинаете дергаться, начинаете зажиматься. Намного лучше, ребята, чтобы чуть-чуть убрать скорость, потому что сразу оно ничего не пойдет. Это надо со временем все протанцовывать, пробовать, делать, находить это ощущение в теле. То есть, по мне, намного лучше быть не таким быстрым в ногах, но быть спокойным очень наверху. Это не говорит о том, что вы дальше с тренировками не будете это развивать. Понятно? С каждой тренировкой находите себе больше тонуса, больше ощущения, больше растанцовывайте свое тело и можете уже больше создавать скорость в ногах. Но самое основное, чтобы вы поняли, что у вас никогда ни одна скорость, ни один акцент не должен способствовать тому, что у вас вверх начинает дергаться или сжиматься, или задираться. Потому что, если брать в целом, когда вы начинаете задираться, дергаться, у вас начинаются некоторые другие уже проблемы. То, что вы начинаете с баланса падать, то, что у вас веса нету, когда вы потанцовываете опорную ножку. Поэтому, если вы напрягаетесь, напрягаете мышцы, вот, очень часто на турнире тоже вы посмотришь, пары, в принципе, не могут от начала до конца станцевать там один танец. Причем? Потому что, в итоге, когда спрашиваешь, они говорят, ну, устаем. То есть, не хватает физической подготовки, несмотря на то, что они вроде делают прогоны, танцуют много прогонов каждый день, и это тоже с теми глазами вижу, но проблема в чем? Проблема в том, что они с самого начала вариации начинают использовать много мышц, много-много тонуса наверху, и за счет этого они не могут ничего сделать. Если вы пытаетесь протанцевать корпус, пытаетесь протанцевать скорость ногах, пытаетесь протанцевать вот эту связь рук с корпусом, у вас тело должно дышать. И вот, когда иду на турнир, пытаюсь посмотреть на какие-то пары, найти из всей вот этой вот массы танцевальной пары, и выглядит со стороны так, что вот у всех задача одна, чтобы сделать сильно. Ни в коем случае не против того, чтобы была скорость, там, контраст, так безумно нравится, когда партнер носит контраст, на какая-то мощь, какая-то сила. Но опять же, это нужно делать через механику. И причем, любое действие, когда вы делаете какую-либо точку, у вас идет вот в любом танце, ча, ча, уан, какая-то линия. Вот в целом, в целом, оно выглядит только вот так вот. То есть, видно только ладошки, локти, и выкидывание рук. Опять же, если мы делаем какую-то точку, мы делаем какой-то сильный эффект. Не должно быть действия того, что у нас, вот если позиция такая, значит, мы должны показать руки. В этот момент тоже очень важно, как вы переносите вес, как вы танцуете свой корпус, а потом уже от этого идут руки. К примеру, если я делаю вот так вот, три, ча, ча. Вот, одни руки. Или я делаю тю, три, ча, ча. Подготовлю опять же свой корпус, понимая, как я переношу вес с одной ножки на другую. То есть, вся вот эта вот механика, которую вы, как я вижу, не очень понимаете, что все через вот эти вот детали, механики сторон, руки, вес, за счет этого и создается скорость. Очень часто бывает так, что я тоже переболел этим в детстве, потому что я смотрю на пару, на наши любимые пары, у всех они разные, мы смотрим на пару и пытаемся сделать так же. Правильно? Сделать копию. И мы вот видим, пара танцует быстро, быстрые ноги, какой-то синкопированный кусок, и мы пытаемся себе это ставить в вариацию, станцевать так же быстро, потому что нам это нравится. Но это не совсем правильно. Почему? Потому что вы должны понимать, откуда это все приходит, и как это нужно протанцовывать в своем теле. Несмотря на то, какие бы там шаги не были, все танцуется через какую-либо механику. Почему, ребят, когда вы и педагоги, и танцоры, обратите внимание, почему, когда вот начинашка начинает танцевать и хочет там держать сначала спину, держать руки, слушать музыку, хлопать в ладошки, потом начинает делать базовые вещи, сторона, колено, потому что это фундамент. От этого все строится, и от этого уже можно дальше делать какие-либо более крутые действия. Контрасты, больше объемов в теле, скорость в ногах. То есть все вот эти моменты, которые вам очень нравятся, вот эти вот моменты изоляции именно, потому что, на мой взгляд, когда я вижу, что пара танцует таким образом, то, что верх живет своей жизнью, а ноги своей жизнью, ну, не побоюсь так сказать, понятное дело, одно с другим связано. Но в плане того, что если вы делаете какое-либо действие в ножах, какие-либо смены, никак не влияя на верху, это для меня, в принципе, называется матерым танцем, когда, неважно, опять же, партнер, партнерш, уже вдруг вот чувствует хорошо свое тело. И чтобы к этому прийти, нужно понимать механику движения. Как связана спина, как связаны руки, как связан ваш вес, как протанцовывать свой вес, как держать свою спину. И еще очень важный момент, который я тоже хотел сказать, положение корпуса. Если вы не понимаете, как держит, как должна стоять ваша спина, как вы должны строить свою спину, какое положение корпуса должно быть, там, опять же, у партнера, у партнерша. В последнее время очень часто тоже можно встретить, особенно у партнерш, то, что вот смотрим, и очень тяжелое движение получается. Почему? Потому что вы тяжелые, потому что вы тяжело передвигаете свой вес по ножкам, тяжело начинаете, когда там какие-то, допустим, сами идут моменты движения, променадная бегает, зигзаг. Обычно видно, что партнер несется, а партнерша за ним еле-еле успевает. Из-за чего это и происходит? Из-за того, что у вас вес стоит не там, где нужно. И опять же, вы не тем местом начинаете танцевать. То есть, что мне очень важно, чтобы вы понимали. Вот. Центров танцев у нас очень много, у всех они свои, но то, что мне помогает очень, я выделяю три центра. Это центр легкости, центр энергии и центр тяжести. Центр легкости, это, как я уже сказал, часть, которая у нас наверху, то есть, все, что я не делаю там, неважно, в каком танце, делаю виски, протанцовываю какой-либо баунс-экшн, включаю колени, включаю вот среднюю часть. Вверх я вот все время стараюсь держать очень свободный, чтобы не было ничего вот такого. Вот он в рамочке. Шея не напрягается, лицо, глаза не напрягаются, все должно быть максимально свободно. Вот первый центр. Второй центр энергии, который касается больше спины. Все моменты двигательные, когда мы начинаем, там, допустим, танцевать, лок-лок-степ, шаг-шаг-лок-степ, или, ну, не важно, променадный бег, зиг-заг, мы первое, что должны понимать, что у нас непрерывно катится спина. Движение спины. Почему движение очень часто, особенно у партнерш, у партнеров получается тяжелое? Потому что вы пытаетесь двигать не спину, кто-то пытается двигать нижнюю часть центра и ноги, и получается у вас плечи все время отстают, и движение получается очень тяжелое. То есть, что вы должны понимать, что вот центр спины, неважно, что вы танцуете, любой шаг, все время ножки ловят падающий вес корпуса. То есть, спина все время должна двигаться. То есть, я делаю какое-либо действие, вот у меня корпус, корпус идет, корпус идет. Вот действие с этого, оно как раз для того, чтобы я катил туда спину, спину. Не для того, чтобы я себя вот загрузил опорную ножку и остановил. Я загрузил опорную ножку, чтобы это мне, это грубо говоря, моя кнопка старт. Я загружу опорную ножку, чтобы от этого, от опорной ножки катить мою спину. А когда вы танцуете в музыку, нормальный там, даже средний там, воздействие, оно все время должно быть очень такое непрерывное. Не должно быть рывковое движение спины. Если у вас будут какие-то динамичные кусочки, они все время должны быть непрерывны. Работа спины очень важна. Третий центр, центр тяжести, который находится ниже пупка. Очень важен для того, чтобы вы ощущали свой вес внизу. Потому что то, что часто тоже встречается на турнирах и вижу на парах, очень много танцоров, которые танцуют все очень высоко. То есть, хочется видеть, что вы все время загружаете опорную ножку. Почему? Потому что это тоже, все вот эти детали, они тоже важны для того, чтобы создать скорость. Вот мне пишут много народу, как создать такую же скорость в ногах. Это не описать каким-то одним словом. Это все идет вот так вот, как пирамида, как по лейтинге, по очереди. То есть, все вот эти вот моменты и центра, и рук, и сторон, и колен, это все очень важно, это работает как одна большая команда, чтобы создать какой-то итог. То есть, чтобы мне сделать быстрые ноги, или мне сделать амплитуду в теле, или мне сделать вес, я не могу какой-то одной частью или одним каким-то знанием это создать. Мне надо все, весь пакет мой собрать в одну общую такую вот кассу, чтобы все вместе за счет этого протанцевать. И вот нижний центр тяжести, gravity center, то есть, он очень важно, чтобы вы все время чувствовали себя вот внизу, внизу, чтобы не было ни тут, ни тут, чтобы все время вот протанцовывали вес, протанцовывали, протанцовывали не за счет того, что вы проваливаетесь в бедро, а точно танцевали вот в опорную ножку и за счет этого вот уже двигали спину, центр энергии, чтобы создать какой-либо шаг. То есть, ребят, все вот эти вот моменты, они очень важны, чтобы создать там, не важно, любую идею, которую вы пытаетесь показать, любую идею, там, скорость, все что угодно. Поэтому постановка тела, вот как эти три центра связаны, вот у меня центр легкости, центр энергии, центр тяжести. Очень важно, чтобы все время вот поясничный отдел и шейный отдел все время было как вот одна линия. То есть, если я начинаю, вот вы смотрите ботом, я когда подготавливаю свое тело, я пытаюсь вот позвоночник растягивать, поясничный отдел тоже в руку протанцовывать и шейный отдел тоже туда протанцовывать, чтобы у меня была вот с позвоночником одна линия. Плюс к этому, я после этого, как я уже почувствовал свою ось, я после этого начинаю катить свой вес вперед, чтобы почувствовать вес над ногами, над паркетом. И после этого я только готов двигаться, после этого я только могу куда-либо двигаться. Почему выглядит все очень тяжело? потому что, опять же повторяюсь, я не вижу движения корпуса, а движение корпуса опять же бывает не видно из-за того, что вы не двигаете спину или из-за того, что вы где-то развалены, потому что самая распространенная по спине ошибка то, что поясница все время разваленная и опять же музыка вот так вот очень тяжело двигаться. Медленно, кое-как-то мы справляемся, а когда начинаем танцевать музыку, уже начинаются проблемы. То есть, ребят, вывод какой? что вот особенно партнеры или партнерши, пишут и все время спрашивают, пытаются создать какую-то там контрастность, скорость, это нельзя сделать каким-то одним явлением щелкнув пальцем. Не получится. Это надо в первую очередь почувствовать свое тело, понять механику движения. Вот лично от себя могу посоветовать, чтобы больше было именно внимания на механику движения корпуса. Потому что как вы двигаетесь, за счет чего вы двигаетесь. И чтобы было понятно со стороны вот, когда на вас смотрят, ваш язык тела должен конкретно говорить, как и что у вас в теле происходит, чтобы каждая часть тела была вместе связана, чтобы не было такого, что двигаются только ноги, отдельно танцуют руки, отдельно танцуют корпус, чтобы все, каждая часть тела была вместе скоординированной, как одно целое протанцованное. То есть, заниматься механикой, заниматься качеством движения. А уже после этого, когда вы почувствовали свое тело, после этого можете уже создавать то, что в принципе на турнире очень важно. Мы все отлично понимаем, что конкурентно-способность она очень играет огромную роль именно на турнире. Потому что если вы уходите на турнир и у вас нету вашей физухи, нету вашей мощности, амплитуды, энергии, то одной механикой на турнире тоже никуда в принципе далеко не вылететь. Поэтому вы должны конкретно понимать механика и уже на механике строится вся вот эта энергия, контрастность, скорость, поскольку все идет от этих деталей. Ребят, если в принципе будут какие-то вопросы, надеюсь подробно объяснил, все понятно. если будут какие-то вопросы, можете писать в принципе лично мне, буду стараться всем отвечать, помогать. И конечно же хочу сказать огромное спасибо за то, что в принципе высказал свое мнение, как я это вижу, двум легендарным танцорам, это Алексей Сильде и Евгений Степанов. Это два человека, которые оставили классный след, высокий след в нашей танцевальной карьере. Поэтому спасибо, что есть возможность было высказаться и надеюсь все всем понравилось, поэтому всем здоровья, не болеть, берегите близких, это самое главное.